Продолжим синтаксический разбор суры «Ан-назад». Мы разбирали 8 айт «Кулубы яума-иды вваджифах». Сказали, что «кулубы» — это муптада подлежащие. А слово «вваджифуты» — это «нат» — описание определения этого слова. «Яума-иды» — это «зарфазаманен» — обстоятельства времена. «Из» — это его «мудафы лейхи», который, в свою очередь, тоже является мудафом. То есть «иды» — это у нас мудаф. А его «мудафы лейхи», то есть вторая часть изофитной связки, это у нас было заменено на «тануйну ль-авды» — «тануйн» — замещение, которое заменило с собой глагольное предложение «тарджуфур-раджифату», которое и являлось «мудафы лейхи» для «иды». И если мы скажем, что «ваджифа» — это «нат» для слова «кулубы», то в этом случае «хабраль муптада» — сказуемым подлежащего «кулуб» у нас будет предложение «абусару ха-ха-ша», то есть получается трепещущие сердца и их взоры будут смиренными, то есть униженными. Однако есть и другой вариант разбора, где «кулубы» является муптада «подлежащим», а «хабру» — его «хабр» — его сказуемое, это у нас слово «ваджифатун», то есть сердца в тот день трепещущие, будут трепещущими. В этом случае предложение «абусару ха-ха-шаатун» будет «хабрун-танин» — вторым сказуемым для «подлежащего» «кулубы». Итак, «абусаруха» это у нас муптаду «Ханин», второе «подлежаще» или «кулубы». Инкольна би-энна ваджифа на'атун. Если мы скажем, что слово «ваджифа» — это «на'ат» , определение для слова «кулубы». Итак, «абусару» это муптаду «Ханин», второе «подлежаще», «Марфуан» поставлен в состояние рафиминительной падежи, в алямату Рафа и праздник падежа Рафа в этом имени от дома Тузлахирата в ахире хияваная дома на его конце. В Абусале это мудаф является первой частью зафеттной связки. В Аль-Хау Аха это мудафан Илейх вторая часть зафеттной связки. Мобнио аля с сукони с неизменяемым окончайным суконом на конце. В махалле Джарин бил мудаф на месте падежа Радитун и падежа мудафан Илейх вторая часть зафеттной связки. Ха-шатан это хабар в аль-Мобтадай сказуемо подлежащего, то есть сказуемо второго подлежащего. Марфуан поставлен в состояние рафиминительной падежи. В алямату Рафа и праздник падежа Рафа в этом имени от дома Тузлахирата в ахире хиявана на его конце. В аль-Мобтадава маа хабри подлежащий Абусаруга со своим сказуемым ха-шатан все это фи махалле Рафа и на месте падежа Рафиминительной падежи. Хабар в аль-Мобтадай сказуемо подлежащего кулубу. Если же мы скажем, что ва-джифа это хабрун ли кулуб, то есть сказуемо для слова кулуб, то в этом случае предложение Абусара Ха-шатан будет хабрун танин, вторым сказуемым подлежащего кулуб. Валь-Мобтадава маа хабарихи подлежащий кулуб со своим сказуемым ва-джифа или Абусара Ха-шатан будет джумлету не сметан именным предложением, муста анафатан возобновленным новым предложением. Ла махалле ла хаминал ираби не имеющим места в падеже. Следующий айт это якулюна аинна ламарудудуна филхафира. Они говорят, что, то есть в этом мире они говорят, «Разве мы будем возвращены в прежнее состояние?» Якулюна это у нас фиалун мударин, глагол настоящего будущего времени. Марфуан поставлен в состояние рафа и завительное наклонение. Почему ли таджар руде химинал насыпи воль джазм? Так как он свободен от факторов, от амилов насыпи и джазма. У аля ма турафии признак рафа в этом глаголе это «субуту нуни» наличие харфа нун. Почему ли аннуху минал афаалил хамсити? Или точно называть минал амсилитр хамсит. То есть так как это одна из пяти форм глагол, у которых признак рафа бывает наличие харфа нун. У аль вау ау вау это у нас дамир муттасленно слитное местомение. Бабнио аль с сукони с неизменяемым окончанием суконом на конце. Фи махалли рафа и на месте паджа рафа именитое паджа. Фаалли фиали действующее лицо данного глагола. Валь фиалли маа фаалли глагол иекулюну вместе со своим фаалли все это жумлетун фиаллитун. Глагольное предложение. Муста на футун, возобновленное новое предложение. Ла махалли лахаминал и араби не имеет места в паджу. Дальше а инна аль хамзату лилистифамил инкария. то есть это в основе это вопросительная частица хамза, но здесь вначале отрицание. Харф мабни аля фатин – частица с неизменяемым окончанием с фата на конце. Инна в Инна – это у нас харфа талкейдин, у нас частица усиления, то есть танцебулесма ватарф аля хабара – вставить свое имя в состояние в винительный падеж, а также свой хабар в состояние рафиминительный падеж. Хузи фат ихда нунайха – одна из двух юануна была удалена. Для чего лит тахфиф – для легкости. Инна мабни аля фатин – с неизменяемым окончанием с фата на конце. Инна – это дамирин муттасулин – слитное местомение. Мабни аля сукунин – с неизменяемым окончанием сукуном на конце. Фи махалли – на спинноместь паджа нас в винительную паджа, так как это исму инна – имя частицы инна. Остановимся на этом и шайла продолжим на следующем уроке. Аллаху а'лам.